Библейский портал экзегет.ру представляет Своенравный восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать ум свой. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием поношение. Такие три стиха предлагает нам Премудрый Соломон для размышления. Так и говорит, глупый не любит знания, и Своенравный восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а говорит, чтобы только выказать свой ум, что якобы он умный. И вот интересно, третий стих, он подводит как бы некий такой общий знаменатель. С приходом нечестивого приходит и презрение. Что такое нечестивый? Нечестивый, ну и отцы церкви, например, тот же святитель Афанасий Александрийский или Афанасий Великий, он видит здесь погружение во зло. То есть, если человек зачал нечестивую мысль, то со временем он придет к состоянию презрения ко всем и вся. А с бесславием приходит поношение. Вот что пишет святитель Афанасий Александрийский. Цитата. «Как погружающийся в глубину, чем более сходит вниз, тем в большую стремится тьму и глубь. Так было и с родом человеческим. Ибо не просто впали люди в идолослужение и не остановились на том, с чего начали. Но в какой мере закосневали в прежнем, в такой же изобретали себе новые суеверия. И не зная сытости в прежних своих худых делах, присыщались новыми, преуспевая в срамоте, далее и далее простирая свое нечестие». Об этом свидетельствует Божественное Писание, говоря, когда достигнет нечестивой до глубины зол, то становится высокомерным. Мы видим, что, с конец цитации, святитель Афанасий Александрийский, можем заметить тут разночтение, с приходом нечестивого сказано, приходит и презрение, а здесь сказано, с приходом нечестивого и нечестивой мысли, иеретических фантазий, как пишет и суеверие святителя Афанасий Александрийский, человек становится высокомерным. Ну, в принципе, по смыслу очень близко, что высокомерным, то и приходит презрение. Почему? Мы видим здесь, в синодальном переводе сказано так, а по цитате святителя Афанасия Александрийского мы видим, что немного другие слова. Дело в том, что притча Соломона их перевод был с еврита, а святитель Афанасий Александрийский, многие другие отцы, читали уже септуагинты, с перевода греческого. Поэтому не только такие мы находим, так скажем, небольшие разночтения, но, как мы увидим в дальнейшем, есть и прямые, даже прямо противоположные мысли. Если дословно с еврита переводили, то имели в виду именно то-то и то-то, а если с греческого, то мысль была прямо противоположная. И это мы увидим в ходе исследования. Итак, с приходом нечестивого приходит презрение. Далее слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Видите, тут премудрый Соломон всегда возвращается к этой теме и называет всякое ложное правосудие, коростолюбивое правосудие за нечестие. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Снова эта тема, опять язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его. Снова языке, об осторожности в словах. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. То есть, наушник — это сплетник. Очень распространенный грех в современном мире, и не только, наверное, во все века. То есть, человек-сплетник желает себя, и все это происходит по гордости. Себя он желает показать вот таким каким-то в глазах тому, кому он сплетничает, человеком великим, добрым, милосердным, добродушным, с чистым помыслом, а другого очернить. Даже иногда человек сам не понимает, зачем это делает, когда говорит плохие вещи о другом человеке. Премудрый Соломон здесь, как мы видели, неоднократно предупреждает и говорит, отдаляйся от глупого, отдаляйся от кощунника. Почему? Потому что нужно всегда помнить. Если этот человек, который сейчас наушник, как он называется, сплетник, говорит тебе о другом какие-то сплетни, не надо думать о том, что он о тебе этого не скажет. Есть, когда мы исповедуемся в помощь кающим, есть такое предупреждение, или, лучше сказать, призвание к покаянию, когда человек говорит так, что не хотел бы слышать то, что говорил о других. Действительно, себе мы никогда этого не хотим слышать, что мы часто говорим о других. Итак, слова наушника, как лакомство, они входят во внутреннее чрево. Действительно, входит в человека, лучше этих людей не слушать и останавливать. Нерадивый в работе своей, брат расточителю. Ну, это мы помним, ленивец, пойди посмотри, как муравей трудится, и возьми пример от него. Нерадивый в работе своей. Одно дело быть нерадивым просто в работе для зарабатывания хлеба, но Господь нас предупреждает о другой нерадивости, очень опасной нерадивости. Сказано, что все, что вы не делали, делайте, как бы для Господа делайте. А если не так, то есть тогда другие слова, которые говорят, что все, что человек делает для Бога с небрежением, «Кто для Бога служит с небрежением, тому грех». Здесь, премудрый Самон говорит, нерадивый в работе своей, брат расточителю. Что можно расточить в духовной жизни, если мы будем нерадить, тщательно исполнять заповедь Божий? Можно расточить вечность, и в нее просто не попасть. Имя Господа, да, или попасть, но не с Богом и не в Боге. То, что будет потом называться, действительно попал. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Вот что пишет Климент Александрийский. Цитата. «Итак не должно ни перед кем превозноситься, ибо следует за превознесением падение. Согласно тому, что перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». То же самое содержится и в словах пророк Еремея. Цитата пророка Еремея, 13-15. «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит». Конец цитаты. О Господе Иисус Христос скажет так уже в Новом Завете, «возвышающий себя да унизится, а унижающий себя да возвысится». И скажет даже так. «Когда ты войдешь в собрание, не гордись, не возвышайся, не садись на место более высокое, а садись где-нибудь с краю. И зайдет распорядитель пира, увидит, что ты, в общем-то, человек достойный, но смиренный, не в своих глазах. Увидит тебя, что ты сел на какое-то крайнее место, и скажет, зачем ты там сел, ты иди садись сюда. И возвысит тебя в глазах людей в этом собрании. А если ты сядешь на первое место, а зайдет кто более знатнее тебя, и тогда он подойдет к тебе и скажет, «Слушай, тут зашел человек именитый, сядь туда, и будешь унижен». Поэтому возвышающий себя да унизится, а унижающий себя да возвысится. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Действительно, очень важное, кстати, замечание. У Сократа, по-моему, есть такие слова, он говорит так, «Не умеешь и слушать, никогда не научишься говорить». А человек, когда перебивает и не дает человеку договорить до конца, тот выглядит глупым. Так пишет. Кто дает ответ, не выслушав, то есть ты не вышел до конца, что у тебя хотят спросить, тот глуп. Это все равно, как, например, в школе они сейчас задачки решают. Знаете, почему не получается иногда правильное решение? «Я вот теперь знаю, у меня учится ребенок в школе», потому что он невнимательно прочитал задание. Невнимательно прочитал задание, то есть вопрос, он не услышал его до конца. Поэтому неправильное решение и неправильный ответ. Так и здесь. Не выслушав до конца, давать ответ не стоит. Нужно выслушать вопрос до конца. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Сердце, ну, здесь очень близко положены нищие духом. Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. «Подарок у человека дает ему простор, и довельмож доводит его». Имеется в виду дар Божий. Семнадцатый стих. «Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его». «Первый в тяжбе прав». Да, ну вот, если вернуться чуть-чуть назад, все-таки, ну, в общем-то, да, ладно. Шестнадцатый стих. «Первый в тяжбе своей». Он более такой непонятный, его стоит рассмотреть. «Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его». Что это значит? По этому поводу Авросим Диоланский пишет следующее цитата. «Называется подарком человека правильная жизнь». То есть подарок человека – это правильная жизнь, которая расширяет его и дает, и делает достойным полноты Божией. «Подарком человека называется его правильная или праведная жизнь, которая расширяет его и делает достойным полноты Божией». которое именуется троном святых сил, ибо троном ума является наилучшее состояние, которое сохраняет сидящего устойчивым и неподвижным». То есть, если человек не пренебрегает даром Божьим, то он будет неподвижен. Дар Божий есть вера. Мы об этом читаем в послании апостола Павла, например, в посланиях Коринфянам. Когда апостол Павел перечисляет дары, не надо думать, что если мы имеем веру, то это какое-то наше достоинство, и вот мы ее как-то сами собой определили. Вера — это дар. Смотрите, перечисляется. 1 Коринфянам, 12 глава. С 5 стиха. «Служение различное, а Господь один и тот же. Действие различное, Бог один и тот же. Одному дается духом слово мудрости, другому — слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дару исцеления, тем же духом, иному чудотворения и так далее». Вера — это дар Божий, поэтому этот подарок нельзя расточать. Что нужно делать? Укреплять. Как? Снова-снова повторю. Вера делами достигнет совершенства. Словами апостола Иакова. Вера в действии. Правильное исповедание веры. Этот подарок можно сохранить. И что еще? Вот по исповеданию веры, так же Амрус Маделландский продолжает. «Поскольку, цитата, он сам себя обвиняет, то не ожидает обвинителя». Это уже первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. «Поскольку он сам себя обвиняет, то не ожидает обвинителя, но предвосхищает его, чтобы исповеданием облегчить свой грех, и чтобы не было того, в чем его мог бы упрекнуть враг». Потому говорит Писание «Праведник первый свидетельствует против себя». То есть, опять здесь перевод с септуагинты сказано «Первый праведник свидетельствует против себя». «Ибо оставляет, продолжает Амрус Маделландский, противника безгласным и исповеданием своих грехов словно бы сокрушает его зубы, готовый ухватиться за враждебное обвинение и воздает честь Богу, которому все открыто, и который более желает, чтобы грешник жил, нежели умер. Однако и самому кающемуся недостаточно одних слов покаяния, если не последует исправление дел, чтобы кающийся не совершал того, в чем кается». Впоследствии не совершал того, в чем кается. Конец цитаты. То есть, в септуагинте этот стих звучит так. «Праведник первый свидетельствует против себя. Первый в тяжбе своей прав. Но приходит соперник его и исследует его». То есть, необходимо не дожидаться всеобщего обличения, когда уже тебя призовут к покаянию, когда уже видят твои грехи и скажут, ну, пора тебе уже и покаяться, а предвосхищать. То есть, не оставлять грех на завтра, на послезавтра, с понедельника возьмусь, раскаиваться в нем, когда совершил его. «Жребие прекращают споры и решают между сильными». Это такой очень хороший совет. Мы знаем, что с жребием очень часто решают стильные вопросы. Например, избрание патриарха, избрание апостолом, куда, в какой следовать предел. Почему так? Потому что иногда человек говорит, «А я бы хотел пойти туда». Скажем, апостолы могли бы между собой рассаждать. «А я бы хотел проповедовать в той стране». Андрей Первозван, например, сказал, «А я бы хотел быть, скажем, в странах Средиземноморья, там теплее, а нужно на север идти». Поэтому жребий — это то, когда люди бросаются в жребий, люди молятся, призывают Божью благодать, и Господь уже сам, как вот он рассует, тогда уже нет никакой ссоры, кто какое жребие вытянул, тот туда и пошел. Поэтому так и говорит Премудро Сламолы, с жребием прекращают споры. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города и ссоры, подобно запорам замка». Я в самом начале сказал, что есть стихи противоположные, вот мы дошли до него. Вот как этот стих звучит в Септуагинте, совсем по-другому. Я специально сегодня хочу обратить на это внимание. Он звучит так, что «брат от брата», вот даже в церковнославянском тексте, церковнославянской Библии, Библия на славянском языке, в церковнославянском тексте звучит так. «Брат от брата, вспомошествуемый, как город крепкий и высокий и силен, как прочное царство». Другими словами, если дословно посмотреть в греческом, сказано «брат брату помогающий, как город крепкий». А здесь, смотрите, сказано «озлобившийся брат неприступнее крепкого города». Прямо противоположный смысл говорится об «озлобившейся брате». Почему так перевели? Ну, для меня вот, я не такой уж крупный специалист и не филолог, но для меня остается загадкой, почему оставили этот стих, когда переводили вот «Четыре академии», в общем-то, делали досонодальный перевод. Здесь все-таки нужно было бы посмотреть более повнимательный, а не переводить просто, ну, опять же, на мой взгляд, просто с евритого, так дословно. Вот как даже и на еврите звучат разные переводы. Обложенный, а, да, «озлобившийся брат неприступнее крепкого города и ссоры, подобные запорам замка». Звучит вот по-другому с еврейта. «Обиженный брат неприступнее крепости ссоры разделяют подобно засовам ворот». Но это ближе как-то к пониманию, о чем речь. Другой перевод. «Оскорбленный брат, что неприступный город, ссоры, что засов на воротах». И другой перевод. «Если обидишь друга, вернуть его будет труднее, чем завладеть городом с крепкими стенами». «Ссоры разделяют людей, как ворота замка с крепкими засовами». Ну, вот это очень близкий перевод и к септуагинте с греческого языка. И, в общем-то, если его внимательно рассмотреть, скорее всего, то, что есть такие слова, которые имеют разный смысл. Здесь скорее оскорбленный брат, то есть обиженный брат, обиженный друг, не озлобившийся. Потому что в нашем переводе «озлобившийся» — ну, это как будто какой-то злобный человек, и вот у него сила и крепость. Нет. Смысл другой. То есть если обижен твой друг, как вот здесь было сказано, вернуть его будет труднее, чем завладеть городом с крепкими стенами. Действительно, мы знаем, что такое состояние есть. И когда, если нас кто-то обидит, то обида словом иногда прощается даже намного дольше, если у нас там кто-нибудь даже когда-то там ударил, может быть, это простится намного легче. Потому что слова, которые произнесены, мы произнесли в обиду кого-то или нам, они часто приходят к нам на память, и вот как нам было тогда больно, мы их прокручиваем, никак не можем простить своему обидчику. Поэтому здесь в большей степени, конечно, перевод хорош именно то, что брат брату помогает, и этим укрепляется, как город будет неприступен. От плода уст человека, 20 стих, наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Имеется в виду внутреннее состояние. Как человек... То, что потом Христос скажет уже позже, опять же в Нагорном проповеди, то, что от избытка сердца говорят уста. То есть от уст своих человек не оскверняется, то, что входит в него, а то, что человек говорит, от этого он либо наполняется, либо расточается. Смерть и жизнь во власти языка, а любящие его вкусят от плодов его. Понятно? Кто нашел добрую жену, здесь возвращается опять к вопросу, мы помним однократно, Соломон будет в конце книги притч вообще гимн как бы супружеству. Надеюсь, он так постепенно подходит к этой теме на протяжении всех, в общем-то, притч. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Действительно, добрая жена, можно и перефразировать, кто нашел и доброго мужа, как бы не подыгрывая даже, но тем не менее, кто нашел себе доброго человека в своей супружеской жизни, здесь, частности, говорит, прямое слово на жене, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Когда-то у Сократа, помню, спрашивали ученики его, жениться или не жениться. Очень, кстати, важный вопрос для людей неженатых и незамужных. И вот ученик подошел к Сократу и говорит, скажи мне, учитель, жениться или не жениться? Он говорит, ну, как тебе ответить? Женишься, пожалеешь и не женишься, пожалеешь. Второй раз подошел ученик опять к Сократу и говорит, ну, что мне делать, жениться или не жениться? Сократ на него посмотрел и говорит, ну, женишься, если найдешь добрую жену, то будешь исключением, найдешь добрую жену, будешь исключением, а попадется злая, станешь философом. Действительно, у Сократа, мы знаем, у него была жена очень такая крутая, жесткая нрава, она даже его била, как свидетельствует, когда он приходил домой, то есть она ругала, опять философствуешь, где деньги, надо там кормить детей. Ну, а Сократ был Сократ, он по-другому не мог, поэтому он, наверное, про себя сказал, что найдешь добрую, будешь исключением, а найдешь недобрую, будешь философом. Действительно, премудрый Соломон так и говорит, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Снова повторю, что гимн семейной жизни, мы услышим уже в последних главах книги притчи. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Действительно, богатство надмивает человека, нищий, мы видим, просит, ну, бывает и по-всякому, бывает и по-другому, иногда нищие, бывают настолько людьми наглыми, что, я вот помню, как-то шел, есть такая привычка, не то, чтобы там горжусь, я думаю, что каждый человек это делает по своему христианскому долгу, сколько можно там помочь нищим, если тебе, он просит там рубль, рубль, копейку, копейку, я однажды иду, и сколько мог дал, а человек догоняет меня, говорит, мог бы и побольше. Конечно, бывает такое, что люди нищие бывают грубыми, но, тем не менее, а бывают и богатые, люди достаточно кроткие, об этом скажет человек, об этом скажет Сломонов в другом месте, но здесь он пока утверждает эту мысль с мольбой, говорит нищий, а богатый отвечает грубо, говоря о том, что нищий человек для своей нужды, как бы перефразируя то, что здесь потом скажет Господь Иисус Христос уже на духовную тему блажены нищие, духом об их есть Царство Небесное, то есть нищий действительно просит, а богатый отвечает с надмением. И 24 стих, последний этой главы, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Действительно, иногда родные люди, то, что по крови, иногда бывают далекими, и это мы знаем не только в обычной нашей жизни, но и из истории, и российского государства, знаем, какие были там и в имперских дворах, там брат и сестра, какие были вражды, там Петр Первый, другие, много можно приводить таких интересных фактов, что родственники иногда были прямыми врагами, а друг иногда был действительно намного выше, и всегда был намного выше, в том смысле, что готовы прийти на помощь, намного ближе, так, как и говорит здесь премудрый Соломон, что кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным, то есть, какую меру мерите, такой и вам отмерится, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Вот такие советы дает премудрый Соломон нам в 18 главе для нашего назидания, и для нашей пользы в духовной жизни здесь, на Земле.